...к таким вот вещам. Поэтому дальше мы проходим движение, движение общественного транспорта. С чем он дальше связан? Что если это идет, будем говорить, маршрутка, вот маршрутка приснилась, это более тесный круг общения. И особенно мы смотрим, кто там сидит. Если сидят кто-то из родственников, поэтому здесь, если из родственников сидит кто-то, значит, это коллектив ваших родственников. И отношения будут, ну, будем говорить, среди родственников. Это маленький коллектив, который идет. И там мы уже смотрим, чистый, грязный холл, например, поломанный автобус или транспорт, сдутые колеса, значит, движение будет очень трудное и, может быть, вообще невозможное. Что находится внутри? Какие люди находятся? Очень подсказка знакомые люди, которые находятся именно в транспорте. Знакомые люди. И какой сюжет может быть? Самолет. Самолет – это связано с воздухом, движение воздухом. Это ментальное тело. То есть это связано с мыслями. То есть какую-то идею вы продумали, значит, и она уже началась с движения. Ее надо заземлить обязательно. Понимаете? Именно заземлить. Вот когда вы ее заземлите, тогда все очень хорошо. Если самолет потерпел аварию, значит, ваша идея не суждена сбыться, реализоваться. Так, какие еще есть транспорты общественные? Ну, если вот понемножку, сколько у нас там? Мы уже 10 минут уже разговариваем. Поэтому, так, добрый вечер. К чему снится отдать своего кота подруге, а потом просить назад? Кому-то вы отдадите человека, откажетесь от какого-то своего человека, с которым можно отдать семью. Понимаете? А потом будете сожалеть об этом. Вот большая вероятность именно этого. Смотря какой код. Поэтому подруге, это не значит, что вы отдаете подруге. Это говорит о том, что вы делаете, может быть, неправильное движение, которое вы будете со временем жалеть. Так, дальше. Что у нас идет? Общественный транспорт. По-моему, мы все сказали. Есть, а да, метро. Метро. Вот метро – это движение, которое невидимое. Оно пока идет, будем говорить, под землей. И поэтому есть невидимое движение, которое мы не видим, но которое уже идет. Это то же самое, что, ну, закон постепенности. Постепенно все реализуется. Ну, например, постепенно растет семя. Семя растет в земле. Не видно, когда оно пробудилось, когда начинает расти. И только, когда оно выходит наружу, тогда только видно. Точно такое же движение идет. Женщине приснился сон, что она в метро стоит рядом с мешком картошки. Мешком картошки. И думает, как-то мне поднять этот мешок, чтобы, будем говорить, сесть в метро. Ей помогают в этом. Точно так же помогают и вынести этот мешок картошки. То есть, женщина, есть возможность заработать деньги. Уже движение идет. Картошка связана с деньгами. Уже движение началось. Поэтому, ну, ей очень тяжело. То есть, ей кто-то должен был помочь. Ей помогли. Помогли, будем говорить, устроиться на работу, на хорошую работу устроиться. И помогли где-то, ну, будем говорить так, увеличить свой капитал. Почему? Потому что мешок картошки – это тяжелая вещь. Это тяжелая, может быть, работа, которая могут помочь. Ну, вот немножечко, вот для просвещения. Так, что там у нас? Так, если снится, что упал самолет, он упал, там были китайцы. И от них была информация. Продавайте доллар, привитайте рубли и юани. Чтобы я всем рассказала об этом. Ну, тут буквально сон. Поэтому, ну, информация идет. Так, снится, что упал самолет. Он упал, там были китайцы. У них было... Нет, скорее всего, если упал самолет, тут, скорее всего, наверное, продавать доллары, может, и не стоит пока. По этой юани и все остальное. Но информация идет. Но, наверное, еще рановато, чтобы приобретать юани. Потому что китайцы были. Рубли не знаю. А вот юани я бы по сну, я думаю, что, скорее всего, не стоит. Почему? Потому что самолет упал. Если бы он приземлился, это другое дело. Так, и чтобы я всем рассказала об этом. Ну, вот мы всем рассказали об этом. Так, чему снится, что кошка не наша. Белая с темным хвостом родила котят. Их прятала у нас в квартире. Так, кошка не наша. Значит, вот смотрите. Информация не ваша, которая. Белая с темным хвостом родила котят. Их прятала у нас в квартире. Какую-то тайну вы будете знать про кого-то. Скорее всего, кто-то будет вам делиться своими, ну, будем говорить так, переживаниями по поводу создания семьи. Почему? Белый, но темный хвост. Может быть, именно это идет. И родила котят, прятала у нас в комнате. Вот прятала именно вот тут вот эта скрытая какая-то информация, которая будет делиться, но пока не выходит наружу это. Но это не ваша информация. Это чужая будет информация. Так, ну что, у нас сегодня два гороскопа. Первый вопрос. Заговорит ли внук 12 апреля ребенку 5 лет? Уже будет 5 лет. Я могу сказать так. Проблемы есть, конечно. Вот здесь вот показано. Проблемы есть. Лечить немного надо. Но я могу сказать, заговорить точно. Даже можете не сомневаться. Энергетика очень сильная у ребенка. Плюс ко всему тому же. И тут стоит хороший тригон. Именно к Меркурию. Да, и напряженность стоит. Ну, будем говорить такие красивые слова, что таки тригон, этот самый Теоквадрат. Вот Теоквадрат – это напряженный аспект. Он идет именно в сторону дом болезни, проблемы. И поэтому он немножечко отходит от стандарта. Немножко ребенок попозже заговорит. Чуть-чуть попозже. Но он обязательно заговорит. Очень хорошие стоят аспекты. И внезапно при том заговорит. Почему-то ему нужно, может быть, и помолчать. Может быть, надо, понимаете, вот смотрите. Вы наверняка с ним занимаетесь. Будем говорить, с логопедом. Может быть, еще с кем-то занимаетесь. Наверняка. И поэтому вот здесь большая вероятность, что, может быть, отточить слог нужен. Может быть, еще поработать с речью и все остальное. Почему? Потому что ваш ребенок будет достаточно знаменит в какой-то области. В какой-то области. Или будет хорошим специалистом. Или, может быть, вообще будет очень неплохой, будем говорить так, знаменитый человек. И здесь ему надо вот хороший разговорный слог. Поэтому, может быть, с ним... Поэтому и надо, чтобы поработал с самого начала специалист. Внезапно заговорит. И однозначно да. Поэтому ничего случайного не бывает. Вот одно из таких вот вещей. То, что я вижу, наблюдаю по этому гороскопу. Так. И немножечко скрытный ребеночек у вас. По этому самому. Яркие цвета. Давайте рисовать ему побольше. Рисовать. Надевайте яркие, праздничные такие цветовые гаммы. Хоть это и внук. Но, тем не менее. Он очень хорошо реагирует на цветовую гамму. В этом вопросе. И что у нас тут еще? Ну да. Позаниматься надо. Вот позаниматься. Пунктуально. Хорошо. В этом отношении. Немножко позже. Позже, чем в социуме. Вот положено. Будет ребенок разговаривать. Но будет хорошо. Все нормально. Можете не переживать. Дальше что у нас идет? У нас идет следующий вопрос. Так. Предназначение. Владимир. Какое предназначение? Ну, вы пришли на землю для расширения своих ментальных горизонтов. То есть для развития ума. Исследование. Философия. И основная кармическая ваша задача. Это постоянно, постоянно чему-то учиться. Даже освоение чужих культур. Поэтому вы будете вечным студентом. Всему будете учиться. То есть это, где бы вы не учились. Это курсы может быть. Это может быть институт, училище. Даже самостоятельно. По интернету. Вот я смотрю. Вы можете учиться. И вот здесь вот вы можете самостоятельно у жизни учиться. Но для вас, запомните, для вас очень важно. Любые сертификаты, дипломы складывайте. Это не только знания. Знания это однозначно нужны. Поэтому вот для вас это очень важно. Очень важно, чтобы тут не было обмана, самообмана. Вот это вот тоже здесь стоят аспектики. Идеалы. Вот вы можете работать с идеалами других людей. У вас очень хороший психологический аспект. Очень хорошо, как психолог. Вы можете очень хорошо работать. И какие-то не такие знания, достаточно такого оккультного образца у вас есть. По крайней мере, самое маленькое, это как массажист. Хорошие руки должны быть в этом отношении. Чуть не тихнуло. Поэтому, наверное, верно. Немножечко сложновато, может быть, с работой. Немножко сложновато. Но это для того, чтобы вы становились хорошим специалистом. Как только вы будете учиться, 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 у вас будут переходы. Каждый раз переходы будут в этом отношении. Вы можете стать очень обеспеченным человеком. Но пока вы не будете, будем говорить, традиционно вот это постоянно учиться, учиться, здесь компьютеры, интернет и везде. Поэтому деньги будут слабовато приходить. А потом как-то очень быстро пойдут. Вот здесь стоит Плутон во втором доме. Он, как правило, становится именно тогда, когда человек может быть стать обеспеченным. Просто у вас напряженные аспекты вот стоят. Напряженные аспекты. А для чего? Как я в предыдущем говорю, ничего случайного не бывает. Но для того, чтобы вы становились специалистом. И идеал. Ставьте свой идеал правильно. Работайте своим идеалом. Точно так же работайте с идеалами. Можете других людей работать. Но это, как правило, очень часто именно психология бывает. Психология все... У вас очень большой контакт с мертвым миром тоже. Здесь по снам очень хорошо работать можете. Именно по снам тоже получать информацию тоже очень хорошо идёт. В первую очередь вы должны меняться. Меняться при помощи знаний. А самое ваше... То, что минус, это первое, это страхи. Это шаг вперёд, несколько шагов назад. И страх выходить из зоны комфорта. Вот то, что вы будете бояться. Не бойтесь. Иногда надо рискнуть и всё остальное. Но иногда держите язык за зубами. Почему? Потому что не стоит всем рассказывать, что у вас в жизни происходит. Это тоже есть такое. Тут страха не должно быть. Но тем не менее. Ну и плюс постоянно мелкие. Мелкие начальники могут к вам приставать. И всё остальное. Но это, как правило, человек очень часто тогда работает. Именно... На себя. Почему? Потому что иногда человек делает козлом отпущение именно в этом вопросе. Так. Ну что? Это мы всё прошли. Дальше. Что у нас идёт? У нас идут вопросы. Так. Здравствуйте. Оказывается, моя знакомая забрала у меня кольцо. Перстень большой с красным камнем. Я горнула его. Взамен я ей отдала другое кольцо. Дешёвое. В жизни она, получается, увела у меня парня. Ну вот, забрала большую любовь у вас. Вы можете вернуть. Или его, или большую любовь. То есть, это не обязательно, что этот мужчина может быть. Это может быть другой человек. Но, тем не менее. Да, Ирина, всё так и есть. Спасибо. Так. Поэтому вы вернули, так, другое кольцо. Поэтому это не обязательно будет тот же парень. Просто вам встретится, может быть, другая любовь. А у ней, вот, может не получиться с этим парнем. Хотя, может быть, вы его можете вернуть. Она за это, ну, будем говорить так, получит более, ну, будем говорить, менее значимую вещь. Так. Здравствуйте. К чему снится кровь из пальца? Спасибо. Ну, во-первых, надо смотреть, какой палец. Потому что каждый палец за что-то отвечает. Но кровь из пальца. Вот, смотрите, это кровь, это родственники. Опять надо смотреть весь сон иногда. Почему? Потому что очень важно, что происходит во сне. И кровь, это всегда на родственника в основном идёт. И палец, опять, пальцы – это семья. Если вот большой палец, это, может быть, идти глава семьи. Может быть. Именно информация на него. Там же дополнительно какие-то символы шли по сну. Поэтому тут надо смотреть. Так. Видеть во сне небо, созвездия, звёзды. Ну, видите, может быть, у вас предрасположенность к астрологии. Такое тоже может быть в этом отношении. Почему? Потому что, может быть, вам помогает Бог, говорит, высшая сила. Потому что звёзды – это те же самые боги практически. Созвездия, небо. Небо тоже очень неплохо. Почему? Потому что небо – это всегда высота. Это всегда свобода. Так, предназначение мы сказали. В принципе, ну вот, вроде бы всё. Так. По-моему, больше мы ничего не видели. Сейчас я посмотрю. Но, по-моему, мы больше ничего где-то не видели. Так. Сейчас я ещё посмотрю. По-моему, вот так. Нет. Что тут у нас ещё? Так. У меня про свекровь и два хлеба, запечённый лук. Я в прошлый раз говорила. Вы написали по-новой, но, тем не менее, запечённая чёрная снести, это самое, второй невестке. Передайте второй невестке. Вот я сказала, что именно там могут быть какие-то сложности у ней. Почему запечённый лук – это плакать, и чёрная черешня тоже, она не очень хорошо. Поэтому там какая-то информация, может быть, не очень хорошая, которая связана с горечью. Лук – это горечь, это когда человек плачет в этом отношении. Так. Ну, вроде бы всё. Ответила. Всё. На какие вопросы ещё? Есть у вас вопросы какие-нибудь? Ну-ка, посмотрим. Нету у нас. Леночка, привет. Несмотря ни на что, ты ко мне пришла всё равно. Так. Минут пять ещё могу о чём-нибудь с вами поговорить. Ну, давайте расскажу что-то такое интересненькое. Что вам рассказать интересненькое? Ну, вот давайте про обувь. Подскажите, что может значить подстригать чёлку. Снится часто. Вообще, с волосами очень много идёт информации. Подстригать чёлку – это значит укорачивать движение. То есть вы стремитесь к какой-то цели и расчищаете путь. Потому что тут как бы лицо более яснее видеть это. Если у вас красивая прическа, например, значит цель очень хорошая. И она вам нужна. Если прическа разваливается, цель развалится. Если она некрасивая, подумайте, нужно вам к этой идти или нет цели. Есть, когда человек видит себя лысым. То есть вообще без волос. Я могу сказать, что это не очень хорошо. Почему? Потому что это и нехватка, будем говорить, сил. То есть у человека просто нет сил. У него все силы ушли. Или же это может быть конкология. Поэтому надо наблюдать, смотреть. Длинные волосы, длинный путь. То есть черные, если вы, например, черные волосы, а вы по жизни блондинка или русая, значит, а вам снится, что у вас черные волосы. Но это фуд депрессии может быть. Или очень сложно идет. Особенно если спутанные волосы, путанный путь, путанная цель может быть. Если вам, например, кто-то подрезает ножницами в этом отношении, даже челку или, например, подрезает волосы, это говорит о том, что достаточно жестко кто-то вместе с вами идет к цели. Почему? Потому что ножницы – это два ножа. Поэтому в паре где-то острая может быть ситуация, которая у вас двоих принуждает идти к какой-то цели. Потом что еще? Например, коса. Если косу мы по-разному плетем, но в основном она всегда идет как на три части делится. Поэтому может быть переплетение каких-то трех сторон, может быть каких-то еще что-то. Итак, подскажите, если во сне часто вижу, что рожают дочь, а в жизни дочери нет. Вот смотрите, ребенок – это всегда реализация чего-то того, что вы хотели бы получить. И поэтому как рождается ребенок? Сперматозоид и яйцеклетка. Сперматозоид – это действия внешние, мужские. А яйцеклетка – это внутреннее, то, что я хочу иметь. И вот здесь, если вы рожаете дочь, значит, ваше желание может исполниться. Именно здесь. А если снится, что подозреваешь, точнее, сбреваешь, подрезаешь, точнее, сбреваешь волосы уже умершему человеку. Снилось, что сестра бреет умершему отцу шею и стрижет волосы. Но это говорит о том, что для нее это очень сложно. Может быть, сестра стрижет умершему отцу шею и стрижет волосы. Энергетику. Я бы сказала, что тут какой-то острый контакт. Может быть, если она не переживает отца, и отец давно умер в этом отношении, здесь может быть какая-то связь с мертвым миром. Это тоже не очень хорошо. Почему? Потому что контакт, энергетический контакт, тем более сбревает это острый. Если только, если он недавно умер, и она именно по нему переживает, вот остро переживает, может быть, еще и это. Тут надо все-таки смотреть, каким образом все это происходит. Так, ну что, мы с вами опять расстаемся до пятницы в 22.30 мы опять с вами встречаемся. Пишите тему, которую вы хотели бы раскрыть. Может быть, вам что-то интересно будет. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok